Разработчики Василий Половнев и Игорь Петров просили передать, что в их электронном учебнике HTML «Верстка сайтов для дизайнеров, редакторов и руководителей» вышли две новые главы – «Гриды» и «Адаптивная верстка». Эти главы доступны всем читателям, оформившим предзаказ. В новых главах читатели изучат гриды, самый современный и продвинутый способ расстановки элементов на странице, научатся адаптировать верстку для телефонов и планшетов, не допускать вылезания и обрезки содержимого, а еще оптимизировать картинки под разные экраны и устройства. Поскольку книга интерактивная, она состоит из живых примеров, рядом с кодом всегда виден результат. Есть живые упражнения, особенно мне нравится, где надо перестаскивать дескрипторы стилей по классам в коде, пока пример не совпадет попиксельно с эталоном. На мобилочке можно дотронуться пальцем, чтобы лучше проявить эталон. В общем, все сделано с любовью. Книга будет полезна дизайнерам, редакторам, руководителям и всем, кто занимается созданием продуктов в интернете. Все это можно читать всем, кто оформил предзаказ. И я напомню, что при предзаказе дополнительно году подписки мы дарим два месяца подписки бесплатно. Поскольку книга только выходит, подписка пока не тикает. То есть, у вас все еще очень долго в запасе будут тот же год и два месяца. Чтобы подписаться на книгу, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Андрей, полезно ли следить за модой в дизайне? И если да, то как это лучше делать? Может, есть блогеры какие или другие ресурсы? Андрей, я бы немножко, наверное, перефразировал, потому что за модой в дизайне следить смысла нет, а вот за тем, что происходит в дизайне, следить, конечно, всегда есть смысл. И причем следить лучше и за тем, что происходит нового, и вообще, чего бывало старого и за последние 10 лет, и за последние 50 лет, а иногда и за последние 500 лет. Вот. То есть, чтобы за этим следить, ну, нужно просто вариантов массовых. Хотите книги читать, хотите на ютубе смотреть, подпишитесь на пинтерессы каких-нибудь прикольных дизайнеров, ну, или просто возьмите и найдите в телеграме канал дизайнер-бюро, где как раз дизайнер-бюро делится всякими классными штуками, разной степени свежести и актуальности, но все, что их объединяет, это их офигенность, крутость и все, что помогает расширить, так сказать, вокабулярии дизайнерские, графические и, соответственно, вдохновляться и делать классные, красивые штуки. Петр. Как согласовывать элементы дизайна, если общение с заказчиком идет через посредников и прямой контакт установить не получается? Дорогой Петр, боюсь, что ответ на ваш вопрос никак. Как? Потому что если бы мы знали ответ на этот вопрос, то не было бы, наверное, изначально, там, с самого дня основания бюро у нас правило, что если мы работаем с клиентом, то мы работаем напрямую с тем, кто принимает решение. И это наше условие всегда было и будет. То есть, если ваш директор не хочет участвовать в переговорах, если он не хочет встречаться с нами с дизайнерами, значит, он должен подтвердить, что он в проекте вообще никак не участвует и слова в нем не имеет. А вы, типа, как менеджер или директор маркетингу, будете принимать это решение. Если он это подтвердит совершенно четко, то тогда действительно можно такой вариант рассмотреть. Вот. Обычно тут же это работает, да, и сразу, ой, ну нет, мы так не можем, конечно же, директору важно, что будет и так далее. Ну, соответственно, тогда придется нам как-то договориться, чтобы ваш директор в ключевые моменты проекта хотя бы появлялся для того, чтобы мы могли обсуждать, что получается, а не для того, чтобы там месяц или там два работы пошли к коту под хвост, потому что он пришел там или там в самом конце проекта перед запуском, вы ему показали, он сказал, что все надо переделать. Поэтому, Петр, ну, раз уж вы в такой ситуации оказались, я могу максимум посоветовать вам, не знаю, прочитать книгу Кемпа или поднаторить в переговорах и попробовать все-таки договориться с блокатором в его мире, потрою и флеску, о том, почему имеет смысл, собственно, встречаться с директором. Естественно, роль блокатора, это, собственно, не дать вам директору с директором пообщаться, и у него есть свои мотивы для этого, в том числе, что если он начнет тратить время директора, значит, что он бесполезен, и зачем мы его тогда позвали, если он для того и нужен, чтобы вот вроде как делать там сайт или то, что вы там делаете. Но у него есть и другая мотивация, что у него есть страх обосраться, потому что если окажется так, что в результате там двух месяцев работы и окажется, что в конце пришел директор и сказал, что все надо переделать, это значит, что этот чувак два месяца потратил впустую, и это проблема. Соответственно, я бы начал с того, чтобы дорогой, там, то есть вас зовут Петр, предположим, менеджер, с которым вы работаете, это Екатерина, я бы сказал Екатерина, я, к сожалению, поступил не очень компетентно и не договорился с вами перед стартом проекта о том, чтобы человек, который участвует, и очень важно чему мнению в проекте, чтобы он участвовал в этом проекте и в его производственных точках, для того, чтобы мы, собственно, могли решать вопросы с ним. Вот, это моя ошибка, и я, как бы, это было не очень компетентно с моей стороны. Но я боюсь, что это может привести к серьезным проблемам, и что произойдет, если мы с вами будем это все дело делать, а потом в конце придет директор и скажет, что все плохо и неправильно. Вот, соответственно, мне кажется, что это будет гораздо хуже, вот, поэтому я бы хотел с вами договориться о том, чтобы вот у нас есть, там, такие-то этапы, для того, чтобы мы заранее назначили какие-то встречи, может быть, не каждый раз, когда мы что-то обсуждаем, но какие-то ключевые точки, когда, там, директор мог бы, собственно, с нами посрещаться для того, чтобы мы убеждали, что понимаем друг друга правильно, что я правильно понимаю вас, что я правильно понимаю слова клиента, что нигде нету испорченного телефона, что мои слова передаются правильно. И для того, чтобы наш проект не... И чтобы я вас не подставил, да, что вы будете не объяснять, например, все правильно, а я буду понимать это все неправильно, из испорченного телефона, вот, и, соответственно, мы из-за этого, например, будем делать проект, там, на месяц, два или три больше. Вот я бы не хотел его допустить, поэтому очень прошу вас, соответственно, вот о чем. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Петру, вот, и в качестве приза предложить полгода бесплатной подписки на интерактивный тренажер «Переговорка» под редакцией Ильи Синельникова. Вот эта книга представляет собой набор упражнений в переговорах, вот, и, соответственно, если вы хотите поупражняться и подготовиться к каким-то важным переговорам, собственно, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране в описании к этому ролику для того, чтобы почитать книжечку. А все остальные, пожалуйста, задавайте вопросы для того, чтобы нам было о чем поговорить в следующий раз. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете по каждому моему ответу. Чао.